Привет, дорогой зритель! В эфире первого городского Вятка Тудэй. Как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев. Вот что сегодня мы для вас приготовили. Смотрите внимательно. Своеобразные кировские новости. В них сегодня очень много раз употребляется слово «система». Жалуйтесь на дорогу? Закроем дорогу! Отличная система! Натали, ваш выход. Система наступит. В каких условиях кировчане отмечают 60-летний юбилей дома? Одна из несущих гниющих балок, которая держит крышу дома. И, если честно, я не стала бы давать прогнозы, какой еще период времени она сможет выполнять свою функцию. А также добрая рубрика «Пристроим вместе». Солнечный весенний пес. Парень озорной, игривый, любит жить и радоваться жизни. Я выбрала имя «Счастливчик», «Хэппи», потому что я больше чем уверена, что он сделает счастливым своего владельца и от этого будет счастлив сам. Начнем программу сегодняшних кировских новостей. И сегодня, обсуждая эти новости, мне поможет прекрасная Натали из проекта «Место происшествия». Итак, это сегодняшние кировские новости. И рассказывать мне их поможет героиня проекта «Место происшествия» прекрасная Натали. Натали. Неделю назад во всех кировских пабликах появилось видео из Оричи, где местная жительница рассказывает, как классно кататься на автомобиле по Оричам. Я считаю, что это большой позор, когда центральная улица в поселке городского типа выглядит так. Видео набрало большое количество просмотров и комментариев. И поскольку в нем девушка обращалась к руководству Оричи... Госпожа Федяева, пожалуйста, сделайте хотя бы основные направления движения. Руководство Оричи видео увидело и немедленно, через неделю, отреагировало. На сайте администрации Оричевского района появился документ за подписью этого руководителя. Так вот, руководство Оричи в ответ на критику состояния дороги просто закрыло эту дорогу для проезда автотранспорта. С размытой формулировкой «до проведения ремонта». Который еще не начался. Ну то есть, жалуйтесь на дорогу, закроем дорогу. Отличная система. Натали, ваш выход. Система супер. Ну а дальше мы ждем от руководства Оричи следующего хода. Постановление, что теперь эта улица пешеходная. Да и вообще это не улица. Это пустырь. Которую можно вообще не ремонтировать, а значит бюджетные деньги не тратить. Система супер. Но если вы думаете, что такие шикарные многоходовочки разыгрывают только в Оричах, то нет. Вот вам Киров. На улице Краснофлотской есть детская площадка. Она выглядит не очень и требует ремонта. Местный житель обратился в городадминистрацию с просьбой отремонтировать эту площадку. И знаете, что им ответили? Вместо того, чтобы ремонтировать, мы ее снесем. Потому что по документам там нет никакой детской площадки. Круто? Площадка есть, но ее как бы нет. И денег на ее ремонт нет, а на снос несуществующей площадки деньги есть. Ну а продолжим приключениями электробуса в Кирове. Ну того самого, который горожанин. Ну того самого, сидя в котором, улыбался Илья Шульгин. Сегодняшняя новость. Электробус горожанин покинул Киров. И уехал в Ростов-на-Дону. А теперь немножечко хронологии. 15 октября 2018 года новый троллейбус горожанин начал работать в Кирове. 30 октября 2018 года в Кирове сломался новый троллейбус горожанин. 26 марта этого года в Киров привезли новый троллейбус горожанин. В тот же день новый троллейбус горожанин с небольшими потерями доехал до Нововятска. И вот уже сегодня электробус горожанин покинул Киров. Слушайте, таким гастролям даже Кайметов позавидует. И вообще система работы этого троллейбуса, как у девочки Динамо. Приехать, поломаться, уехать. Система просто ступена. Ну и чтобы меня никто не обвинил в подмене понятий, уточню. Троллейбус не покупали. Его брали тестировать. Целый год. И за этот же период времени Илон Маск успел протестировать и запустить в космос два космических корабля. А у нас за этот период непонятно, то ли разобрались, то ли не разобрались с троллейбусом горожанин. Классная система. Система. Это супер. А закончим вятскими новостями высоких технологий. Новый кировский дорожник Евгений Лунев собирается сканировать кировские дороги. Ну то есть проехаться по всем кировским дорогам с фиговиной, которая называется геосканер. Проехать с геосканером и посмотреть основание. Как эта штука работает? Вот если на пальце. Ультразвуковая технология. На примере дороги, там прибор. Никто не увидит. И вот последняя фраза, похоже, самая важная. Никто не увидит. Потому что вполне возможно и отчеты по этому сканированию. Никто не увидит. И возможно деньги, потраченные на сканер. Никто не увидит. И немаловероятно, что и дороги. Никто не увидит. Натали, ваш выход. Система. Это супер. Но все-таки хочется надеяться, что будет не так. И в этот раз система сделает все, чтобы ее можно было любить. Мы живем, увидим, короче. Какой город, такие новости. Сегодня наша съемочная группа во главе с Олей Бакиной отправилась на юбилей. Дому, в котором живут люди, исполняется 60 лет. В каком состоянии подходит дом к этому празднику и в каком настроении люди? Маленький спойлер. Настроение так себе. Дом 4З по улице Хлыновской в этом году отмечает юбилей. 60 лет. С каким же настроением жильцы подошли к празднованию этой действительно знаменательной даты, выехала посмотреть наша съемочная группа. Ну и первая достопримечательность, которая встречает нас еще при входе в дом, это козырек, который держится на честном слое. Вот наша квартира номер 2 с голубым окошком. Мы его уже и не моем, и не открываем, потому что его не закрыть. Потому что фундамент перекосило у нас, видите, там трещина. Дом складывается на пополам. Капитальный ремонт нам отказываются делать. Сказали, что уже все, ничего здесь не сделаешь. Ну и вот сидим, ждем, когда дом на нас, наверное, рухнет. Ну а это одна из несущих гниющих балок, которые держат крышу дома. И, если честно, я не стала бы давать прогнозы, какой еще период времени она сможет выполнять свою функцию. По периметру крыши очень много вот таких вот сквозных дыр. И, соответственно, осадки, которые с неба капают, падают и так далее, все это попадает прямиком в квартиры. Ну а таким оригинальным способом был проведен ремонт кровли в доме 4З по улице Хлоновская. Легким мгновением руки. Раз. И нет дырки. Сейчас в квартире номер один никто не живет. Все потому, что условия жизни здесь назвать приемлемыми очень трудно. Кроме того, по уровню наклона пола можно сделать однозначные выводы о состоянии фундамента в целом. Неужели вы еще и платите за эту квартиру? Да, квитанции у нас ежемесячно приходят сюда. Мы платим. Правда, сейчас на данный момент у нас, получается, прописан один человек тут, вот, и который временно отсутствует. То платежки у нас меньше. Выходило где-то 4,5-5. Хотелось бы все-таки не на съемной жить. Пытались отремонтировать, закрыть вот эти страшные стены, плесень. Но как только мы начали вбивать вот все эти гвозди, стены просто начали крошиться, и мы решили, что все-таки здоровье наше, оно важнее. Большинство квартир приватизировали. Есть у нас и государственные квартиры, и мы не можем признать его аварийным, так как нужно средства, чтобы пригласить комиссию. Люди у нас малообеспеченные в доме живут, и не каждый соглашается. Какая сумма нужна? 40 с чем-то тысяч. Вот, и мы просим как-то помощи, содействия какого-то, чтобы нам помогли вот это признать дом аварийным, нас поставили на очередь, на расселение. То есть пока, получается, вы живете в абсолютно нормальном доме, по мнению администрации, платите коммунальную плату? Коммунальную плату платим на уровне всех хороших домов, благоустроенных. Говорят, нет, у вас все хорошо. Да, проблем нет дома. Живите. В преддверии юбилея дома у жителей далеко не радостное настроение. Очень хочется, чтобы в преддверии праздника на их проблемы все-таки обратили внимание. Оля Бакина специально для «Вятка Тудей». Ну а закончим программу доброй рубрикой. Пристроим вместе. Друзья, возьмите этого махнача себе. Он очень-очень хочет человеческой любви. В такой чудесный, солнечный весенний денек мы приехали, чтобы познакомиться с особым четвероногим другом. Зовут его Хэппи, что значит «счастливчик». Пойдемте посмотрим на него. Хочу вас познакомить с прекрасным псом. Нашли его на улицах нашего города. И в избежание того, чтобы он попал под машины или еще случилась с ним какая-то беда, он был взят на крупную передержку. Но в связи с тем, что собак там много, условия содержания возможны только в будке на цепи, что ему очень тяжело переносится. Потому что пес молодой, ему хочется радоваться, любить. И меня не могли не тронуть его плач, когда человек от него уходил. Он так рыдал, как рыдают маленькие дети, от которых уходят родные люди. Он прекрасно ходит на поводке, адекватно себя ведет на улице, неконфликтный, доброжелательный, с прекрасными медовыми глазами. Солнечный весенний пес. Парень озорной, игривый, любит жить и радоваться жизни. Я выбрала имя счастливчик, Хэппи, потому что я больше чем уверена, что он сделает счастливым своего владельца и от этого будет счастлив сам. Я верю, что все вместе мы сможем сделать мир добрее и найти ему достойного, хорошего, доброго хозяина. Если вы, так же как я, с первого взгляда влюбились в эти янтарные глаза и хотите, чтобы Хэппи стал членом вашей семьи, набирайте 8 919 523 30 20. Оля Бакина и Хэппи специально для Вятка Тодей. Ну и на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Завтра будет новый день, новые истории, которые мы вам обязательно расскажем. Это была Вятка Тодей. Как новости, только душевнее. В студии был Роман Корнеев. Пока-пока. Роман Корнеев.